Привет, ребята! С вами Екатерина Лакутина и сегодня мы продолжаем нашу работу с левкасом. А теперь мы начинаем по-серьезному слоить наш левкас. И для этого я использую вот такие резиновые шпатели. Они продаются в строительных магазинах. Можно использовать пластиковую карточку, ненужную, для этих целей тоже. Размер подбирайте сами, какой вам удобно. Вот я средненький возьму. Итак, на высохший первый слой мы опять с вами топим на водяной бане немножечко левкаса. Давай лей. Видите, у меня есть ассистент, хватит. Ставим. Можно, кстати, и холодным попробовать. Может быть, вам удобнее будет холодным. Таким образом мы размазываем наш первый слой. Ну, потом он сохнет. Переворачиваем доску левкасим с другой стороны. Сушим, переворачиваем левкасим опять с этой стороны. И так минимум пять слоев, но мы будем делать восемь. Если у вас закончился левкас от первого замеса, то вы делаете себе второй замес, напоминаю, на два процента меньше предыдущего. То есть, если у нас в первом был десятипроцентный клей, то во втором замесе будет восьмипроцентный. Я даже прямо вот так вот выложу. Пока мокро, оно серо. Как только оно побелело, значит оно высохло. Первый слой нужно делать горячим, потому что нужно, чтобы во все отверстия паволоки попал жидкий левкас. А сейчас уже не нужно делать по-горячему, потому что у нас во всей дырочке, во все дырочки нашей марли уже забит левкас. Теперь мы уже левкасим по левкасу. Ну и лишнее убираем. Если много налили, конечно, никаких разводов остаться не должно, все лишнее убираем. Убираем. В принципе, я видела, как люди левкасят до идеального гладкого состояния. То есть, так левкасят мастерски, что даже шлифовать потом не нужно. Но я все равно люблю пошлифовать, потому что я люблю, когда у меня готовая доска выглядит как зеркало. К тому же, у меня есть шлифовальная машинка. И со шлифовальной машинкой шлифовать очень приятно. Сушим до высыхания. Это примерно 2-3 часа, зависит от температуры вашего пространства. Если вы живете в сухом горячем помещении, то оно высохнет быстрее. Если вы живете где-нибудь в Сочи или в Лондоне, и у вас всегда дожди, конечно, оно сохнуть будет дольше. Вот так вот. Все, сушим. С этой стороны у нас первый слой подсох. Мы переворачиваем и делаем первый слой. Ну, уже второй. Первый это, когда мы кисточкой, а второй мы уже шпателем делаем. Можно жидким, можно уже холодным. Главное, что мы начинаем растягивать это шпателем. Или пластиковой карточкой. Еще раз повторюсь. Вот, смотрите, какая волосина прицепилась. Волосины надо избавляться. Они потом нам разрушат всю стройность левкаса. Вот этот слой, первый шпательный, мы считаем первым. Тот кисточковый был, считайте, нулевой. И вот от этого первого мы сделаем еще семь. То есть, всего восемь. Но, если вам совсем лень, можно, конечно, остановиться на пяти. Но, смотрите, какой критерий у вас должен быть обязательно. Вот сейчас паволоку видно, то есть, видно марлю. А она должна закрыться полностью. То есть, у вас должна быть абсолютно гладкая поверхность. Никакой паволоки быть видно не должно. Никаких вот этих клеточек, тканешек. Вот, когда она полностью закроется, тогда, считайте, вы левкасить закончили. И не оставляйте левкас надолго. То есть, старайтесь все-таки делать каждый день хотя бы по два слоя. Иначе он высыхает же. На сухую класть влажный слой это уже не очень. Не очень. То, что у вас бачки неаккуратные получаются, это не переживайте. Мы потом их будем резать и шлифовать. А вот сама поверхность доски должна быть идеальненькой. Ну, кстати говоря, друзья, если вы будете смотреть и говорить, так никто не делает, то, в общем, не ведите себя как какашки, потому что я вам просто показываю свой способ, который меня никогда не подводил. А вы хотите, делайте так, как я. Не нравится, ищите другой. Нет никакого универсального способа. Каждый мастер левкасит себе, как он считает нужным. Ну, по крайней мере, мой левкас никогда не трескается у меня. Вот-вот-во. Про пузыри расскажешь. Какие пузыри? Не пузыри. Мама говорит, они пузыри. Ну да, кто-то говорит, что у него пузырится левкас. То есть это он отстает от доски. По сути, левкас это мел, который затягивается внутрь доски. Почему мы сушим слои? Чтобы они успели затянуться. Если левкас плохо затягивается в доску, это значит, что он какой-то не той консистенции, и он, конечно, потом будет пузыриться и отслаиваться. Нам это не надо. Потому что если вы заливкасили доску, и она запузырилась, это еще половина беды. Ну, запузырилась и запузырилась. Можно счистить, посушить и сделать заново. А вот если вы написали икону или какое-то изображение, и у вас в этот момент запузырилось, вот это уже будет очень обидно. Все, сушим. Итак, мы с вами сделали павлоку, положили на доску, потом сделали подготовительный слой левкаса с помощью кисточки щетиновой, методом торцевания, потом сделали по одному слою с каждой стороны левкаса с помощью шпателя, и дальше мы просто будем слоить левкас, пока у нас вся павлока не закроется, и покажем, что получится в итоге. А с вами была Екатерина Лакутина, и мы увидимся в следующем уроке.